всем привет с вами я владимир тишевский и перед вами вай вай какой классный смартфон это doogie f5 сегодня речь пойдет о нем он действительно весьма интересен с учетом того что сейчас на него цена стала значительно меньше плюс ко всему вы можете сэкономить с помощью кэшбэк летишопс в описании я оставлю ссылочку я советую ну что я приобретал этот смартфон с помощью кэшбэка и при покупке еще дополнительно сэкономил вот как то так что же это за девайс давайте разберемся буквально пару слов хочу сказать о комплектации здесь все реально по-богатому очень круто видите такая даже специальная бумага я даже не знаю как это сказать но она в ранее поставлялась только самыми премиальными android устройствами здесь у нас все как стандартно адаптер usb шнурок ну плюс комплекте еще идет а вот я сюда положил просто не помещался вот такая крышечка пластиковая она твердый пластик это не сильно мягкий ну то есть он гнется но не сильно и вот здесь еще в этой части у нас идет пленка скрепка для открытия но я видите открыл потому что неудобно открывать ну как удобно в принципе ну на самом видео и там по моему еще идет переходник с микросим точнее с наносим на микросим вот как то так ладно будем закрывать у нас обзор самого телефона распаковочку можете посмотреть по ссылке в описании есть видео так вот что это за аппарат и что он из себя представляет задняя крышка пластиковая но имеет металлический бампер по контуру создает такое впечатление что этот смартфон вообще полностью металлический так как передняя часть полностью защищена и стекло при ударе скорее всего не разобьется ну вероятность низкая потому что вот металл кстати за счет этого металла он такой достаточно тяжелый на левой стороне у нас ничего не расположена как вы видите вообще ничего нет только такая характерная полосочка вот это пластик а это металл отличающая пластик от металл далее у нас здесь идет слот для sim карты и карты памяти он комбинированный то есть или одна карта памяти и одна симка или две симки то есть можно так или так на обратной стороне немного выпирающая камера вспышка микрофон и сканер отпечатка пальцев логотип дуги здесь в этой части снизу у нас идет микро юсб разъем микрофон и динамик в какой-то из них может быть даже два надо будет проверить я что-то как тупанул проверить именно два тут или один и на верхней части у нас идет разъем для наушников если поближе рассматривать сам девайс то он будет очень очень стильно симпатично выглядит давайте вам продемонстрирую пару кадров можно так сказать ну реально смартфон очень очень круто лежит в руке достаточно массивный что является большим плюсом также давайте проверим сканер отпечатка пальцев он 360 до я его зарегистрировал вот под таким углом под таким углом я его разблокировал причем что особенность этого сканера отпечатка пальцев то что при нажатии он у нас разлочится это очень круто то что реально удобно не надо клацать на кнопки дополнительный раз то есть все 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 очень круто на передней части у нас с правой стороны фронтальная камера они как обычно с левой хотя в принципе каждый производитель ставит по-своему и здесь у нас индикатор событий и различные датчики плюс динамик и снизу три сенсорные неподсвечимые клавиши что касается самой оболочки быстродействие аппарата то он очень шустрый работает быстро без каких-либо лагов я бы так сказал что на высшем уровне игры я еще правда эти не затестил но специально с вами сейчас в этом видео и затестирую но если говорить о самой оболочки то она очень шустрая очень быстрая никаких претензий у меня нету несмотря на то что здесь у нас мтк 67 53 процессор вроде как немного староватый но оптимизация решает за это время хорошо его оптимизировали софт под него оптимизировали и смартфон работает шикарно также 3 гига оперативки и 16 гиг встроенной памяти в этот смартфон с возможностью расширения как я и говорил так давайте посмотрим на память вот как то так память телефона выбирается если нужно будет как основная карта памяти то выбирается карта памяти когда она будет установлена возможность подключить внешний usb накопитель и sd карту то есть внешний usb это outg кстати о экране пять с половиной дюймов full hd ips он реально классный углы обзора хорошие претензий у меня тоже к нему вообще никаких нету единственная есть претензия то что высокие рамки снизу и сверху мне хотелось бы чтобы все-таки смартфон был покомпактней возможно схож как с dugi u200 но просто это фаблет и он просто массивно выглядит как фаблет а не как просто маленький скромный смартфончик также хочу отметить то что в технических данных то есть синтетических тестах antutu он выдает 35 тысяч двести шестнадцать баллов также работает на 64 битной системе android они 32 битной и в подтверждение моих слов вы можете увидеть full hd экран также мы узнаем информацию что 16 мегапикселей камера 3 гига оператив очки 8 ядер по 1 и 3 и также у нас фронтальная камера 8 мегапикселей вот как-то так что касается основных функций смартфона то аппарат весьма приемлем кстати хочу сказать о том что к примеру тот же самый вай фай сигнал ловит очень хорошо многие смартфоны здесь у меня показывают не полную антенну а этот аппарат вот ну так вот часто опускаются то есть этот аппарат практически в основном показывает полноценно нормальную антенну что касается основных функций смартфона как звонилки то аппарат вполне себе приемлем есть поддержка двух sim карт это плюс громкость разговорного динамика весьма неплохо и основной динамик звучит достаточно громко но об этом мы поговорим чуть позже также хочу отметить то что у аппарата есть некоторые фирменные штучки хотя они в принципе сейчас уже поставляются в основном многие китайские смартфоны но насколько я помню другие одна из первых которые это использовала это использование жестов то есть мы можем какие-то вещи делать вот при использовании жестов а там примеру галерея музыка лаунчер fm радио видео звонки также есть smart motion то есть возможности различных действий к примеру там возможности разблокировки или же умный ответ когда мы прикладываем девайс куху то есть такие вещи тоже присутствует также что касается сканера отпечатка пальцев то настройка происходит вот в таком меню все очень просто плюс ко всему в этом меню мы даем доступ к возможности приложений до разблокировки да в частности вот мы видим у нас заблокирован аппарат но камере мы сейчас доступа не имеем давайте посмотрим чему мы имеем доступ к примеру к звонкам тоже не имеем все нужно только разблокировать и тогда все у нас будет работать далее что касается мультимедийных фишек ну давайте мы запустим youtube о я нашел что-то интересно это кажется хай-тек алиэкспресс давайте послушаем громкость динамика итак получается динамик находится в этой части потому что когда эту часть закрываю вообще ничего не происходит в общем в принципе нормально ну и давайте какой-нибудь музыкальный трек как всегда я иду в контакте а кстати вот этот парень выпускает различные треки давайте послушаем такие танцевальные треки миксы в принципе более-менее адекватный звук давайте я сейчас зайду посмотрю может еще какие то есть так вот еще один трек принципе да звук адекватные все нормально теперь давайте затестим игры как они идут и первая игра будет асфальт 8 я запущу ее на максимальном разрешении ну и потом посмотрим камеру и я думаю уже можно делать вывод о данном девайсе что он из себя представляет и насколько он интересен или нет итак смотрим настройки я поставил максимальные установлены так что все отлично и давайте теперь игра важен также момент вот этого загрузки самого гонки до самого чем по и часто бывает так что некоторые смартфоны очень долго прогружает именно эту часть здесь сейчас как вы видели в принципе идет достаточно быстро прогрузка но я уже вижу подлагивание провисание да как вы видите просто невозможно играть очень сильное провисание давайте мы посмотрим звук дисплей графику мы вряд ли сможем поменять поэтому нам нужно выйти в меню покиняем гонку и ставим меньше потому что это нереально играть то есть я даже дальше проходить не буду я поставлю через одну на низкое для того чтобы было более понятно проверить насколько справляется этот девайс но что если я поставлю на среднее то оно может практически так же лагать и поэтому смысла в тесте особого не будет но сейчас как раз мы проверим итак эту же гонку поехали итак я опять вижу подлагивание сейчас буду надеяться что они такие сильные до подлагивание меньше но все равно играть устройством не очень-то приятно я так понимаю что для игр он не совсем предназначен надо было ставить еще меньше настройки ну в общем вы видите в игре асфальт 8 достаточно сложно так закрываем и открываем еще world of tanks в настройках world of tanks давайте мы сразу же поставим низкие настройки тени тоже пусть будут убраны я думаю что это будет самый оптимальный вариант затестить то есть если уже минимальных он будет выдавать 40 50 fps то тогда уже можно будет немного лавировать по настройкам графики ну в принципе тут уже будет все понятно ну что мы видим 33 fps а так 30 fps 25 31 в общем-то вы смотрите сюда я постараюсь так играть чтобы вам не закрывать уровень так поехали кажется наши противники в основном пошли по той стороне и пошла атака так достреливаю и ухожу на перезарядку валу у меня еще пинг проседает достаточно сильно а я похвалил что пинг держится хорошо оказывается не очень но смотрите вообще под зависло 10 вообще не могу смотрите ничего не могу сделать а я уезжаю так сейчас бы этих застранцев но такое ощущение бобу да да ну нереально играть конечно и в асфальт и это в общем-то устройство можно сказать не для игр ладно давайте будем смотреть камеру и так давайте будем смотреть первый экспонат у нас джордж с мультика свинка пепа фокус ловит хорошо быстро hdr сейчас мы проверим обрабатывает достаточно долго hdr ну логично так теперь давайте еще фокус близко не может уловить и так давайте будем смотреть у нас снимок без режима hdr и снимок с режимом hdr в принципе шумный качество средненько но он нормальный также что касается машинки с фокусом конечно немного страдает режим hdr в принципе более интересен но опять же вам на компьютере видно немного по-другому чем мне и джордж с венки пепы по моему он получился наилучше как по мне кажется и в режиме hdr и в обычном режиме в общем-то нужно экспериментировать но камера здесь конечно не супер бупер но за свою цену вполне себе приемлемо и фронтальная камера так себе вы можете заметить не очень-то хорошая я ожидал немного получшего от нее ну и вот еще такой общий снимок на основную камеру что вы могли видеть принципе детализация на нормальном уровне в принципе вполне себе все приемлемо вот как-то так в общем-то подводя итог о данному девайсу скажу что дуги f5 вполне себе приемлемое устройство с учетом того что ценовая категория данного девайса 125 долларов это за пять с половиной full hd экран за 3 гига оперативки 16 гиг встроенной памяти плюс у нас в комплекте идет крышечка и пленка и переходнички все эти в общем-то но адаптер также у нас идет адаптер и usb шнур то есть все отлично в принципе для любителей больших смартфонов девайсов подойдет но а если вы хотите все-таки что-то покруче то скорее всего вам стоит присмотреться к смартфонам от сяоми или meizu за них вы заплатите немного больше но возможно они вас больше устроить нежели данный аппарат на этом я буду завершать свое видео спасибо вам за просмотр ставьте лайк подписывайтесь на канал смотрите другие интересные видео всем пока до скорых встреч в новых видео а также подписывайтесь на страницы социальных сетей группу вконтакте instagram и twitter